Имена 12 финалистов, что перепели тысячу желающих стать звездой и приоткрыли свой фактор бай. Узнаем уже завтра. Кому правила шоу-бизнеса не по зубам, на ваших глазах разъедутся по домам, а лучших усадят на стулья. Нас ждет вечер в компании именитых наставников и их судьбоносных решений. Камера агентства теленовостей следила за участниками. Накал страсти в Раубичах и красная черта марафона телекастингов в Идине Лидии Заблодской. Их оружие теперь не клавиатура, пилочка и шейкер, а голос. Они ушли из банков, такси, домашних кухонь, чтобы сделать, кажется, невозможное стать звездой всего за пару месяцев. Для этого не преграда, даже падение. Или отсутствие сверхвокальных способностей. И неважно, ты добрался из деревни или прилетел из Москвы школьник или начальник отдела кадров. Фактор Бай порой скрыт там, где его совсем не ждешь. Именитые наставники точно узнают его из тысячи. Так, конечно, никто нас здесь не покорил. Ни один участник за все эти пять дней. Или просто дадут шанс ему раскрыться, отправив в тренировочный лагерь. Второй сезон громкоголосого шоу не исключение. Пять пятниц мы искали потенциальных обладателей фактора Бай. 300 тембров и драм сквозь сердца и зрителей, и команды Белт или радиокомпании. Для тех, у кого оказалось слишком много фальши, телекастинг стал точкой в карьере. Искренность преодолевала. Пусть чаще и у тех, кто хоть раз в жизни до этого стоял на сцене. Дни были тяжелые кастинги, но на самом деле это самые легкие дни для всех нас. И для членов жюри, и для наставницы, и для участников. Вот сейчас, в каждом раз, будет все сложнее и сложнее. Фактор Бай – это давно уже шоу не только вокальное. Тут и душа, и энергетика. Великолепная четверка не раз спорила, порой выходила из себя. Бойте, бойте вторую песню, я тогда выйду из этой студии. Нет, а мы не предлагаем. Сережа, мы же не предлагаем это. Но в этом сезоне видно невооруженным глазом. Они сработались. Так часто принимали однозначные решения. Если бы у нас был действительно в разделе «Фактора Бай» конкурс поваров, кулинаров, мы бы вас туда отправили даже безо всякого обсуждения. А вот что касается «Фактора Бай», мы говорим вам «4 нет». Здесь эмоциональные качели были разве что у зрителя. Интрига накаляла экран. Особенно в моменты, когда падала золотая звезда. Напомню, она усадила четверых талантов сразу на стулья, что в полуфинале. И зрителю определенно по душе поиск «Фактора Бай». Только последний выпуск объединил у экранов 750 тысяч зрителей. Это абсолютно рекорд среди всех телеканалов Беларуси в пятницу. Вы были в тот вечер на «Первой кнопке». Телешоу популярно и на YouTube-платформе. Видеопроекты просмотрели свыше 6,5 миллионов раз. И это только за неделю. Но так ли таланты талантливы? Не самозванцы ли? Артист, кроме обладания харизмой да тембром, должен быть стрессоустойчив, собран и всегда готов к любым испытаниям. Даже силовым. Это проверит тренировочный лагерь. В Раубичи отправятся два автобуса. 83 участника упаковали туда чемоданы. К слову, испытание на прочность начнется прямо на пороге. Было очень жестко. Мы вспоминаем наш прошлый год. У нас такого не было. Где-то жестоко на самом деле. Но вместе с этим это шоу. И как говорил Сергей Васильевич Соседов, «Фактор Бай» – это маленькая игра в большой игре под названием «Жизнь». А в большой семье? Леон, ничего. Тренировать будут и сами наставники. Бузова, соседов Олехно и Серега еще раз услышат каждого избранного. И здесь не обойдется ни без вокальной солидарности, ни без скандалов. Всего 12 часов на поле боя. И вот главное сражение. Кому все же хватило нервов, стрессоустойчивости и харизмы дойти до закулисья вечернего концерта? Да, это, конечно, пока не Минск-арена, но один из важных крытых павильонов. И так, 40 выживших споют здесь, в тире. И это точно будет выстрел голосом. Или на вылет, или на стулья. Так, завтра же в эфире и полуфинал. Он определит 12 лучших голосов из тысячи. За них и будем голосовать на прямых эфирах. Первый уже в следующую пятницу, 9 декабря. Впереди два месяца вокальных батлов. Их народные результаты покажут, кто обладает фактором бай и будет петь буквально из каждого утюга. Имена финалистов первыми узнают зрители «Беларусь-1». К полуночи интрига разрешится. Лидия Заблотская, Алексей Петров и Александр Могучий. Агентство теленовостей.